Украинский левкой – веслаухий сфинкс Описание породы Многие люди, услышав о веслаухих кошках, сразу вспоминают шотландскую породу. Однако недавно появился новый вид котят с аналогичными ушками, но абсолютно лысых. Эту породу назвали украинский левкой. Питомец обладает довольно экзотической внешностью и милым характером, поэтому порода быстро завоевала любовь человека. Описание породы украинский левкой интересует многих любителей пушистых зверьков. История породы Порода украинский левкой относится к экспериментальным. Выведена разновидность была в 21 веке филиноловом Еленой Бирюковой в Украине. Женщина длительное время проводила исследования и эксперименты, начав с того, что нарисовала желаемого кота. Увидев его внешний вид на картинке, она поняла, какие породы можно использовать для скрещивания. Вскоре на свет появилась украинская левкая кошка. Украинский левкой прародителями породы считается шотландская веслауха и донской сфинкс. В январе 2004 года на свет появился первый котенок, который отличался бархатистой кожей, глазками миндальной формы и загнутыми ушками. Для справки, название порода получила цветка. Елена обратила внимание на внешнее сходство ушей котов и лепестков цветка левкой. Популярность украинского сфинкса растет постоянно. Многие люди желают завести такого питомца, другие называют оборотнем. Но равнодушных не остается. В 2007 году в Санкт-Петербурге создали питомник для разведения котов подобной породы. Именно в данном месте можно приобрести настоящего чистокровного котенка. Внешний вид и особенности породы. Основными особенностями сфинкса левкой является отсутствие шерсти и веслаухость. Однако существуют признаки, которые должны соответствовать принятым стандартам. Клиновидная голова среднего размера с плоским лбом. Ярко выраженные скулы, расположенные достаточно высоко, средний нос, морда, округлой формы усы могут быть либо отсутствовать глаза. Отличаются миндалевидной формой, немного косо расположены, бывает разного оттенка, уши находятся на довольно широком расстоянии. Приподняты либо прижаты в голове, в серединке имеют изгиб вперед, тело среднего размера, оканчивается недлинным хвостом, лапки длинные. И мощные пальцы длинные, между ними кожаные перепонки, на кожаном покрове обязательно присутствие складок в некоторых зонах. Шерсть отсутствует полностью, либо бывает до 2 мм, окрас любой. Самцы всегда крупнее кошек, средний вес питомца составляет 5 кг. Разновидности породы для справки. Существует еще одна разновидность с названием левкой страйт. Породы абсолютно аналогичны, за исключением одной особенности, вторые прямоухие ушки у них прямые и вертикальные. Особенности характера и поведения. Левкой – настоящие аристократы, они культурно издержаны. В то же время, эти кошки обладают прекрасным характером, они ласковы и дружелюбны ко всем. Питомцы отличаются особой коммуникабельностью и преданностью. Они очень привязываются к своему хозяину, отлично воспринимают детей и других питомцев. Веслаухий сфинкс очень нуждается в общении с людьми, любит высидеть на коленках и плохо переносит одиночество. Кошки чувствуют настроение хозяина и при необходимости будут стараться поднять ему настроение и пожалеть. Нельзя постоянно критиковать, а тем более наказывать питомца. У кошек породы украинский левкой довольно чувствительная психика, они тяжело переносят негатив в свой адрес. Коты данной породы весьма любопытны, любят подвижные игры. Им всегда нужно знать, что происходит вокруг. Веслаухие сфинксы неагрессивны, относятся с добротой ко всем окружающим их существам. Украинские левкой бывают разного окраса воспитания украинского левкоя. Левкой – кот, который обладает очень высоким уровнем интеллекта. Он легко поддается любому обучению, с интересом занимается. Если при этом слышит по халу у свой адрес, то в дальнейшем процесс обучения будет проходить еще быстрее и результативнее. Украинский кот легко выпутывается из любых проблем, но чаще, благодаря своему интеллекту, в них даже не попадает. При учении к лотку котята украинского левкоя достаточно быстро приучаются к лотку. Левкой – кошка, которая очень аккуратно и никогда не позволит себе разбрасывать наполнитель вокруг туалета. Для справки, при желании котят можно научить даже некоторым командам, они легко подаются разным дрессировкам. Воспитанные с детства не всегда знают, где находятся кошачьи туалеты, где можно точить когти. Котята – очень активный и веселый уход за кошками породы украинской левкой. Коты породы украинской левкой не требуют особого ухода. Однако на некоторые детали рекомендуется обратить внимание. Очень важным является уход за кожным покровом ввиду отсутствия шерсти. Сальные железы животных выделяют особый секрет, который нередко неприятно пахнет и которому не хочется прикасаться. Справиться с подобным состоянием помогут специальные влажные салфетки для обработки кожи питомца. Украинских левкой вкупают чаще обычных кошек два раза в месяц, выбирая при этом специальные шампуни либо дегтярное мыло. К ванилу лучше приучать кошечку с малого возраста. Важно внимательно следить за состоянием ушей, очищать их при помощи ватных палочек либо влажных салфеток. Важно обращать внимание на состояние глаз, допустимые небольшие прозрачные выделения. Избавиться от них можно при помощи салфетки, смоченной в некрепкой заварке. Один раз в месяц коту подстригают когти. Если нет возможности сделать это самостоятельно, то рекомендуется обратиться к ветеринарам. Отрезая только светлую и прозрачную часть коготка, в розовой располагаются кровеносные сосудики. Для того, чтобы сохранить питомцу хорошие зубы, рекомендуется чистить их специальными средствами либо дать котику разные лакомства, снижающие риск образования камней. В остальном коты неприхотливы и не требуют особенного ухода. Здоровье и кормление кошек породы украинский левкой. Лысые кошки больше других подвержены простудным заболеваниям. Кроме того, левкой очень любит прогулки на свежем воздухе. В летнее время нельзя выводить кота на яркое солнце, чтобы избежать ожогов нежной кожи. Зимой котика обязательно нужно утеплять, надевать на него специальную одежду. Прогулка не должна быть долгой, в морозные дни лучше вообще остаться дома. Понять наличие заболевания у животного достаточно просто по его настроению. Если кот апатичный и вялый, то скорее всего его что-то беспокоит. Для данной породы характерны следующие патологии – сердце и сосуды, дыхательная система, пищеварительные органы, нервная система. У котиков также могут диагностировать болезни крови и мочекаменную болезнь. Не исключено возникновение болезней ушей и дерматитов. Поэтому правильный уход и вовремя проведенная вакцинация довольно важны. Для справки, при правильном уходе длительность жизни котов породы украинский левкой достигает 14 лет. Левкой мне нужен особенный рацион, они не им неприхотливы в плане пищи. Главное, чтобы питание было сбалансированным и питомец получал все необходимые элементы, а также полезные вещества. В рацион можно включать суп-продукты, нежирное мясо и птицу, кисломолочную продукцию, разные каши, фрукты и овощи, яйца в сыром виде. При невозможности кормить кота натуралкой рекомендуется выбрать качественные промышленные корма. Предварительно лучше проконсультироваться со специалистами. При правильном выборе не потребуется докупать витамины для питомца. Важно! Сухой корм в рационе должен присутствовать хотя бы раз в неделю для профилактики заболеваний десен и зубов. В прохладное время котиков нужно одевать взрослые животные кормят до трех раз в день для котят до полугода число увеличивается в два раза. Не следует забывать о воде для питья. Таблица плюса и минуса породы. Как у любой другой породы существуют отрицательные и положительные стороны, которые следует учитывать при выборе котенка данной породы. Как выбрать котенка украинского левкоя? Котят украинского левкоя рекомендуется приобретать только в настоящих и легальных питомниках. Этих кошек не так много, поэтому рекомендуется тщательно поискать хорошего заводчика. Предварительно стоит изучить стандарты породы, чтобы не попасться на обман. Здоровый котенок активный, веселый, дружелюбный и любознательный. Заводчик обязан предоставить документы и информацию о проведенных вакцинациях. Если планируется участие в выставках, то котенка нужно тщательно осмотреть, чтобы исключить какие-либо патологии. Взрослые животные грациозны и аристократичны. Сколько стоит котенок? Начальная цена за котенка составляет 5000 рублей звездочка. Однако за питомца с хорошей родословной придется заплатить больше. Стоимость зависит от разновидности породы, ее происхождения. Настоящих котят можно купить в американских, украинских питомниках или в Санкт-Петербурге. Украинские левко и прекрасное сочетание нежности, доброты, ласки и обычного внешнего вида. Коты данной породы станут отличными друзьями для всех членов семьи. Разновидность подходит как детям, так и пожилым людям. Коты неприхотливы, очень умны. Регулярный уход за ними не составит труда и продлит жизнь. Важную роль играют правильное питание, профилактические вакцинации и обследования. Звездочка цены актуальна на октябрь 2019 года. Субтитры создавал DimaTorzok